Привет, мои родные, мои дорогие! Присоединяйтесь! Сегодня эфир для тех, кто в субботний вечер, в субботнее утро захотел чуть-чуть поваляться. И девочки попросили, позадавали еще много вопросов, попросили еще раз провести эфир, для того, чтобы я вам подробнее рассказала, для того, чтобы ответила на те вопросы, которые у вас появились. И пару слов про себя. Меня зовут Наталья Фоменкова, я предприниматель, уже 20 лет. И то, чем я сейчас буду заниматься, это просто мое хобби для поддержания здоровья. Что это такое? Я сегодня вам покажу простые дыхательные техники, которые я освоила несколько лет назад. Ну, во-первых, для кого это техники? Это не зависит от возраста. Вы можете быть ребенком и заниматься этими дыхательными практиками. Вы можете быть пенсионером, кормящей мамой или беременной женщиной. Эти техники подходят абсолютно для всех. Когда я для себя их открыла? Открыла я их для себя в тот момент, когда в жизни начались очень сложные ситуации, очень сложные моменты, да, и я была прям в очень-очень сильном стрессе. И спасибо большой подружке, которая в этот момент позвонила мне и сказала, Наталья, просто бери себя за шкирку и бегом на курс счастья. Вот так я познакомилась с дыхательными этими техниками на курсе счастья. За прошлый год этот курс я посетила, наверное, раза четыре. Более того, я так заморочилась. Привет, девчонки, рада вас видеть всех. Вот, я так заморочилась вот этой дыхательной практикой. Я увидела очень быстрые результаты. Увидела результаты и в своей профессиональной сфере, да. То есть я стала более терпимая, более спокойная. Я увидела в первую очередь результаты по здоровью, по своему весу, да. Я увидела результаты по тому, что у меня просто очень много появилось энергии, светлых мыслей и так далее. То есть мне кажется, что у меня после этого стал мозг по-другому работать. И вот, вы знаете, сейчас на самом деле мы находимся с вами все примерно в одинаковых условиях. Сидим дома, мало двигаемся. Вот, да, привет, девчонки. И эти простые техники помогут вам. Привет, привет, присоединяйтесь. Я вам дала возможность поспать. Вот, и сегодня я с вами пройдусь по главным техникам дыхательных практик, которые я делаю каждое утро уже на протяжении нескольких лет. И вот я хотела сказать, что сейчас есть возможность вот этот курс счастья, на который меня, скажем так, сподвиг вообще этим заниматься, пройти онлайн. Они, ребята, работают вообще по всему миру. У них как бы есть и свои отделения там и в Америке, и в Африке, и в Испании, и во всей Европе, и в Азии. Вот. И это действительно очень мощная организация. Они дают несколько основных техник. Это вот как раз дыхательные практики, трехступенчатая пранаяма, которую я вам сегодня покажу, если кто-то хочет. Это простая техника, которую каждый из вас может освоить и делать каждый день, и вы увидите, какие изменения будут у вас. Это абсолютно точно. Вот, да. Для кого эта техника? Для любого возраста и для тех людей, которые переболели этой зимой, например, да. Или, не дай бог, вот у нас сейчас этот вирус ходит, он с чем связан? С легкими. А эта техника, она рассчитана на то, чтобы раскрыть наши легкие с вами полностью. Вот вы сидите на рабочем месте, да, и можете прям вот все нафиг послать, кабинет закрыть свой и подышать. Когда чувствуете, что вы просто выходите из себя, и у вас вот нет сил, а вам еще кучу дел надо сделать. Это займет несколько минут и как бы зарядит вас там на оставшийся вечер. Потому что дышать можно, эту технику применять, не раньше, чем за три часа до сна. То есть, если вы ложитесь там даже, как бы, допустим, в 11 часов, то получается там 10, 9, 8. То есть, самый крайний срок, в 8 вечера тоже можете подышать. Вот в этом, как бы, тоже плюс большой. Вот. И если вы захотите пройти сейчас онлайн этот курс счастья, сидя дома, он будет вообще там копейки стоить, по сравнению с тем, что мы ходили, как бы живем, это всего лишь 3 часа и 3 дня подряд. То есть, сейчас эти курсы, вот, прям, один закончился, второй набирается, один закончился, второй набирается. Как бы, просто прикоснуться, и чтобы профессионалы вас научили. Я, конечно, не профессионал, но постараюсь сделать вас. Самое главное, знаете, у меня цель такая, спасибо за ваши сердечки, вот, у меня цель такая, чтобы вас вот сдвинуть. Вот, если вы такая же, как я, не спортсменка, вот, пожалуйста, поставьте на сердечки тех, кто не спортсменки. Вот это прям вообще, вот, где я и где спорт, мы вообще рядом нигде не стояли. Я музыкант, да, то есть, я с детства играю на аккордеоне, на всех этих, вот, привет из Калининграда, очень рада вас видеть, да, присоединяйтесь, давайте, садитесь, сейчас будем с вами дышать. Вот, и если вы не спортсменка, но хотите сделать шаг, как бы, к спорту, то, пожалуйста, сделайте это. Значит, что дают на курсе счастья? На курсе счастья дают очень простую разминочную такую йогу, да, разминочные эти упражнения, я вам тоже их покажу, вот, но вы можете делать свои, это вообще не имеет значения. Просто самое главное, перед дыханием, вот, казалось бы, хотя бы чуть-чуть размять свое тело, вот, прям, просто такую, знаете, если даже вы СССРовскую зарядку сделаете, типа, там, два раза присели, там, ручками подвигали, головой пошевелили, это уже будет здорово, это уже будет хорошо. То есть, это первая часть, что дают на курсе счастья. Второе, это вот эта дыхательная простая практика, мы сегодня с вами и бастрику, я вам покажу, бастрика вообще заменяет три чашки кофе, да, вот. И еще есть третья часть, которую я не имею права вам, как бы, давать, потому что ее дают только специалисты, это дыхательная практика КРИЯ. То есть, в принципе, это запатентованная, очень крутая техника дыхания, которая, ну, даже лечит болезни. То есть, это определенным образом в течение 40 минут при закрытых глазах задается специальный ритм, да, то есть, как бы, мастера, там, включают определенный ритм, там, человек вам говорит, как надо дышать, и вы, меняя ритм дыхания, да, заставляете свой организм вообще по-другому работать. Вот, это очень крутая техника. Если вам интересно, если вы можете сейчас так спланировать свое время на удаленке, да, чтобы выделить вот эти 2-3 часа, 3 дня подряд, я вам очень рекомендую, ребят, вот, сходите, вы не пожалеете. Привет, Сергей, я агитирую здесь не только за работу на удаленке, но агитирую на то, чтобы люди начали заниматься своим здоровьем. И сейчас можно записаться на онлайн-курс счастья, узнать новые знания, узнать запатентованную технику Крио, вот, Крио подышать полезно не только женщинам, но и мужчинам, между прочим. Влияет на все части тела очень хорошо, да, вот, и в эпоху нашей вирусной эпидемии вы почувствуете совершенно по-другому себя, свои легкие, и вообще будете себя ощущать. О, значит, у нас такие тут гости, спасибо всем большое, вот, и почему очень важно на это обратить внимание, еще один момент, который хотел сказать, потому что я вот сейчас прям специально заморочилась, прежде чем выйти к вам в эфир, вот, о, отлично, занимаюсь утром и вечером, ну вот, видите, как здорово. Молодцы, значит, к нашему полку прибыло, это здорово. Да, залезла, говорю, заморочилась сейчас в гугле, загуглила, что сколько человек может без еды провести? Ну, блин, оказывается, долго, как бы дней 10 мы можем без еды провести, сколько мы можем без сна? 11 суток, с 11 на 11 сутки, если человек не спит, у него начинаются какие-то необратимые процессы. Сколько человек может провести без воды? Тоже, как бы, 5-7 дней. А вот сколько человек может провести без дыхания? Всего лишь 5-7 минут, да, там есть мастера, которые там ныряют и в глубину куда-то уходят, и там, может, там 10 минут они могут не дышать. И то это всегда очень вредно для организма. То есть, представляете, если мы с вами, получается, как бы без еды, как бы, не можем провести неделю, но мы что-то жрём с утра до ночи с вами, да, вот, и не боимся. Вот, Светочка, присоединяйся, давай, я распрямляй свои глазки, открывай, мы сейчас подышим. Садитесь на кроватке, кто не может сидеть на полу с согнутыми ногами, можно сидеть на стульчике, можно сидеть просто на кровати, на стуле, не важно где. Вот, и я говорю, что если мы с вами без еды можем прожить 10 дней, но мы в себя закладываем, как бы, с утра до ночи не забываем, да, вот, то без воздуха, без того, чтобы наполнить своё тело кислородом, мы не можем прожить даже 5-7 минут. И вот, представляете, самое интересное, что мы этому вообще не уделяем никакого внимания. То есть, практически, человек понимает, что дыхание для него важно, а он не дышит. Почему? Потому что в обычной жизни, когда мы с вами сидим, у нас задействована одна треть лёгких. Почему сейчас вот такая эпидемия, почему так сильно, как бы, люди говорят, что лёгкие там в труху превращаются после тех болячих, которые сегодня у нас по миру гуляют. А потому что не разработаны лёгкие, потому что вот эти лёгочные пузырьки, они тоже, как бы, ну, не работают, да, и они тоже теряют свою упругость и свою значимость, функции, наверное. Да, я не доктор, но так вот просто чисто логически рассуждаю. Вот, итак, значит, для того, чтобы мы с вами дышали, пожалуйста, встаньте со своей кроватки, если вы нежитесь, и откройте окошко на проветривание. Потому что дышать мы с вами должны не теми отходами, которыми мы с вами надышали всю ночь, а свежим воздухом. Это называется прана. Вот, то есть, у меня окошко уже приоткрыто, я проветрила очень хорошо свою комнату, и я поставила на 30 градусов на проветривание, да. И второе, что нам с вами нужно, это водичка, потому что, ну, говорят, что во время спорта нельзя пить, ну, как бы, во время дыхания пить можно, поэтому это не страшно. Вот, значит, я всем советую, те, кто хочет заморочиться на этой теме, после моего занятия, просто ещё зайдите в YouTube и наберите себе такой текст, дыхание УДЖАЙ. УДЖАЙ, УДЖАЙ, вот, дыхание УДЖАЙ, это переводится как дыхание победителей, его применяют и воины, когда борются там китайские эти все техники, да, дыхание УДЖАЙ применяют йоги. И самое главное, что мы с вами дыхание УДЖАЙ тоже применяем, когда, ну, когда мы засыпаем. То есть считается, что дыхание УДЖАЙ позволяет расслабиться всему организму. То есть когда мы с вами, вы знаете, вы же наверняка слышали, как бы, и детей, как бы, и мужа, даже там, если рядом, там, засопел, мы такое говорим, да, так. Вот, то есть всё засопел, значит, он засыпает. То есть вот это вот дыхание, как раз вот этот момент, мы его никогда не отслеживаем, потому что мы уже в полубессознательном состоянии. Но вот в дыхательных практиках мы его намеренно будем с вами включать это дыхание, вот, учиться его правильно вдыхать и выдыхать, вот, и применять его для того, чтобы бороться со стрессом, да, если кто-то переболел, обязательно рекомендую, да, потому что все сейчас такие, все модные говорят, ой, мне это коронавирус неинтересен, мне, я вообще ничего не боюсь, я уже переболела. Ну, вот, тем более, если вы переболели, значит, давайте, как бы, присоединяйтесь и подышите. Всем привет, всех рада видеть. Вот, меня зовут Наталья Фоменкова, я эксперт по удаленной работе, 20 лет предприниматель, но сейчас я делюсь своей техникой, своими секретами, как я борюсь со своими стрессами, да, с болезнями и так далее. Хочу сподвигнуть вас, вот, сделать этот шаг и начать вместе со мной дышать. Если кому-то нужны координаты, кину координаты, где этому учат профессионально, это курс счастья, сейчас он проходит в зуме онлайн, можно очень круто отучиться. Итак, значит, мы сейчас с вами освоим вот эту технику, чтобы вы понимали, как она выглядит, потому что, и дальше я покажу уже, как ручки правильно делать. Вот, значит, сама эта техника выглядит следующим образом. Дышать мы с вами должны с задней стенкой горла и со звуком, то есть первое время вам будет это некомфортно, может быть, даже тяжело, вот, но потом вы сможете это быстро очень реализовывать. И даже, как бы, йоги советуют, что если ты вечером не можешь уснуть, ворочаешься сбоку на бок, не можешь, как бы, себе найти место, достаточно 10 вдохов у джай, и ты будешь спать, как анкер. Вот, потому что именно это нормализует наш с вами организм. Как мы с вами будем дышать именно вот в этих практиках? Дышать мы будем делать большой-большой вдох на 4 счета, да, то есть вдыхать мы будем носом, рот будет закрыт, на лице будет улыбка, вот, да, такое расслабленное состояние. Вдыхать мы будем на 4 счета, потом на 4 счета у нас с вами будет задержка дыхания. И на 6, на 6, ой, как вот так, да, на 6 счетов мы будем выдыхать, и еще 2 счета будет задержка, да. Вот, как правильно мы дышим и как понять, что значит дышать задней стенкой горла, да. Вот нам когда сказали, господи, ну носом я понимаю, ртом я тоже понимаю, но задней стенкой горла это вообще что-то такое неописуемое. Вот, на самом деле это очень просто, вот давайте мы сначала попробуем с вами выдохнуть. Как понять, правильно мы делаем, вот представьте, вам нужно протереть очки, да, то есть как мы протираем очки, когда там хотим, чтобы они чистенькие были, да. Мы берем вот так вот, да, вот они у меня запотели, видите, со звук. Вот, как только вы начинаете делать правильно, у вас может даже вот такой кашель открываться, да, потому что после ночного сна, как бы у нас там и слизь в организме будет выходить и из носа, и изо рта, откуда угодно. Поэтому, это я вам показываю выдох. Если мы говорим о вдохе, то это примерно так женщина умеет это делать, как бы, да, есть кашель, отлично. Вот, значит, если мы говорим о вдохе, то это такое, женщина умеет это удивляться. А-а-а, ну и где зарплата, да, там, а-а-а, какие сапожки красивые, там, да, а-а-а, вот такое, то есть это тоже мы напрягаем заднюю стенку горла. Вот, значит, можно это попробовать сейчас делать на счет, то есть сами себя проконтролируйте. То есть считаем до четырех и вдыхаем. Ну, давайте попробуем сделать это носом. Чувствуйте, чтобы задняя стенка горла напрягалась и чтобы у вас вы издавали такой звук, не совсем такой, да, обычный. Вот, попробуем. Закрыли ротик, вот, и носом вдыхаем. На четыре счета вдох у нас идет. И обычный выдох. Еще на четыре счета вдох. Вот, видите, аж голова загружилась у людей, да, потому что вы прям чувствуете, как раздвигаются легкие, хотя мы еще ничего не начали делать. Теперь попробуем с задержкой дыхания. На четыре счета вдыхаем, рот закрыт, да, на четыре счета задерживаем дыхание. И потом на шесть счетов вот большой-большой такой глубокий выдох. Почему? Потому что, чтобы вот вышло все, все непрокаченные вот эти грязные легкие, чтобы мы их выдохнули, да. Вот, и так пробуем. Вдыхаем на четыре счета, задерживаем на четыре счета и выдыхаем на шесть счетов. Вот, попробуем сейчас с вами. Три-четыре, поехали. Задержка. Два-три-четыре, выдох. Задержка. И таким вот образом мы с вами и будем дышать сейчас, да. Еще раз напоминаю, что выдох похож на, как будто мы хотим запотевшее или заледеневшее стеклышко отморозить, да. Вот такой будет звук. Если это закрытый рот, то это будет так. Кряхтим. Выдавливаем из себя раба, но только как бы с легкостью, чтобы легко воздух выходил из нас с вами. Теперь поговорим про расположение рук в нашей технике. Это будет, значит, еще раз говорю, что если можете, то вы сидите в позе ученика, да, вот таким вот образом на своих коленочках. Если вдруг во время техники у вас ножки заболели, чувствует, что сидеть больше не могу, вы можете вот таким вот образом их потрясти, распрямить, да. То есть сделать такую небольшую зарядку. Но если вы вообще на работе находитесь или как бы не можете так пока изгибнуться, потому что вы так же, как и я, не спортсмен, я вас поздравляю. Вы можете просто вот так вот сесть на свой диванчик и выполнять всю технику, которую я буду показывать. Вы можете ее выполнять просто сидя. Ножки убираются в пол и спокойно дальше мы с вами дышим. Вот, значит, на протяжении всей техники мы с вами не открываем глаза. Это еще одно условие, потому что глаза, зеркало, душе, оттуда выходит очень много энергии. Вот, а мы с вами с помощью этой техники хотим эту энергию саккумулировать внутри себя, чтобы превратиться в такую батарейку-энергайзер, да, в тех зайчиков, которые эти батарейки рекламируют. Вот, и поэтому мы глаза не открываем. Давайте мы попробуем сейчас с вами поставить ручки правильно, да, вот, как это выглядит. И потом уже перейдем к самой технике. Я буду вам говорить, поэтому желательно, чтобы вы, конечно, глаза не открывали. Это идеальный вариант, но если вы уже, вы только учитесь, то, конечно, можете одним глазком подсматривать. Но после того, как закончится эфир, сесть и продышать эти три ступени и бастрику без открытия глаз. То есть, побыть, подышать, все это набраться и потом спокойно открыть глаза. После этого я всем рекомендую включать себе йога-нидра, да, прям такой, тоже себе скачать. Хотите, напишите мне в личку, я вам вышлю файлик. Йога-нидра называется. Это йога, в которой вы ложитесь просто в позу мертвеца и 20 минут релаксируете и отдыхаете. Вот, очень хорошая йога, тоже дни для спортсменов, как раз она у нас находится. Итак, первое положение рук, которое мы с вами делаем, пальчики вот так вместе собрали и большие пальцы в сторону. И вот эти все техники, они будут у нас вот такими вот столиками, да, то есть, поняли, вот так вот пальчики и большие пальцы назад. Первое у нас на бедро кладем вот здесь вот, если вы можете бедро у себя нащупать, пальчики назад, большие пальцы под живот, вот сюда вот мы и складываем. Это первая будет ступень у нас. Вторая ступень над грудью, большие пальцы под мышку, ручки у нас параллельно полу, вот здесь соединены. Рада всех видеть, да, всем тоже хорошего дня. Мы тут пытаемся изучить дыхательные практики простые. И третья техника, это когда мы сладем свои ладошки вот таким вот образом между лопаток, да, локти в этот момент прижаты у нас к ушам и тянутся вверх, да, наши локоточки тянутся вверх. Для меня это третья часть, это самое-самое сложное, я прям вообще не знаю, как с этим быть, но вроде как выдерживаю. Вот, это три ступени у нас будет с вами пранаяма, и после этого у нас будет техника бастрика, я ее отдельно покажу, отдельно расскажу. Вот смотрите, мы еще ничего с вами не делали, но я, честно говоря, уже вот чуть-чуть подышала, я уже прям вспотела. У кого такая же ситуация, и вы поймете, что, представляете, вот как эта техника может на вас влиять. Если вы будете делать ее правильно и в полном объеме. Небольшую покажу разминочку, которую я делаю сейчас. Конечно, не знаю, сможете там вы ее повторить или нет, вот, но тем не менее, тем не менее, это то, что я, как не спортсменка, могу делать каждый утр, да. Мы прокачиваем сначала с вами ножки, вот такие вот круговые движения делаем ногами, да, вот начинает там все щелкать. По десять кругов я сейчас с вами не делаю, просто показываю, да. Крутим ножками, потом коленочками, вот обычные такие, потом бедренную часть тоже прокачиваем. Вот, потом мы плечики делаем и голова, не спеша, чтобы ничего не отварилось. Это перед дыхательными практиками мы обязательно делаем хоть небольшую, но зарядочку, да, небольшую зарядочку. Вот, и приветствие солнцу, это то, что я делаю всегда. Ручки вверх, вниз, одна нога назад, вторая нога назад. Да, я пока делаю разминку, вы можете потренироваться. И я сейчас вам покажу то, что дальше нужно. Раз, вниз, вторая нога назад, в планка, поза ребенка, гусеничка, кобра. Ой, как хорошо, балдеж вообще. Ой, поза горы. И вернулись в исходное положение. Вот это у нас с вами один круг. Таких кругов мы делаем как минимум 10-12, вот. Ну, давайте теперь поехали. Все, все потренировались, сели. Сейчас водички выпью. Закрываем глазки. Я буду вам помогать, считать. Вот. Вот, еще девочки спрашивали, как сделать так, чтобы не сбиться, да. И на каждом ступени мы будем дышать с вами хотя бы 8 раз, да, 8-10 раз. Вот, чтобы не сбиваться, можно так вот пальчиками шевелить. Первый раз подышала, второй, третий круг, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. И все, я отдышал, да. То есть вы, как бы, контролируйте каждую ступень, именно считайте, да. Вот. Я вам буду подсчет делать это. Поставили ручки в первую ступень, пальчики собраны, большой палец назад. И ладошка у нас параллельно полу должна быть обязательно. Вот. Спинка прямая. Самая главная асана у нас, это улыбасана. Когда у нас лицо улыбается, у нас расслаблены все-все мышцы лица. До 90% мышц на лице в этот момент расслаблены. Поэтому те, кто улыбаются, вот, те молодцы. Вот. Закрыли глазки, поставили ручки в первую пранаяму, да, в первую нашу технику. И делаем обычный глубокий вдох, не уджай, дыхание обычное. Вдох, просто распрямим. Ртом можно вдохнули, да, распрямили наши легкие. И поехали. Ротик закрыт. Вдох. 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 Два. Три. Четыре. Задержка. Два. Три. Четыре. Выдох. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Задержка. Восемь. Вдох. Два. Три. Четыре. Задержка. Два. Три. Четыре. Выдох. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Задержка. Восемь. Вдох. Рад. Три. Четыре. Задержка. 2, 3, 4. Выдох. 2, 3, 4, 5, 6. Задержка. 8. Продолжаем самостоятельно. 5 кругов. Еще глаза не открываем, улыбаемся. Я вместе с вами. Когда закончили, ручки кладем вверх ладошками, глаза не открываем, глаза остаются закрытыми. И просто молча расслабляемся. Ручки на коленочки, ладошки вверх. Улыбаемся, думаем о хорошем, притягиваем хорошее. Это, кстати, техника очень полезна для женского здоровья, потому что когда вы начинаете дышать, вы даже все женские органы подтягиваете вовнутрь, и это способствует тоже такой нагрузке хорошей. Ставим ручки во вторую нашу ступень. Большие пальцы под мышкой. Пальчики ладони соединены параллельно полу. Глазки не открываем. Делаем обычный вдох глубокий. И выдох. Теперь дыхание у джаи под мой счет. Дышим дыхание у джаи, как будто удивляемся. Поехали. Вдох. Два. Три. Четыре. Задержка. Два. Три. Четыре. Выдох. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Задержка. Восемь. Вдох. Большой. Два. Три. Четыре. Задержка. Два. Три. Четыре. Выдох. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Задержка. Восемь. Улыбаемся. Вдох. Два. Три. Четыре. Задержка. Два. Три. Четыре. Выдох. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Самостоятельно. Как распрямляются легкие. Как хорошо. Не забываем улыбаться. Голова кружится первое время. Глазки не открываем. Улыбаемся. Ладошки вверх. На коленочки положили. Делаем перерыв. Отдыхаем. Несколько минут. Есть возможность расслабиться. У кого затекли ножки, как у меня, можете их немножко распрямить. Дать им возможность разогнать кровь. И сейчас самая сложная для меня третья ступень. Ладошки все вместе. Кладем их между лопаток назад. Глазки не открываем. Локти тянутся вверх. Руки прижаты к ушам. Стараемся. Вот так вот. Спина прямая, прямая. Прям выгнута, как струна. Сейчас у нас будут распрямляться третья часть легких. Восемь вдохов и выдохов делаем. Постарайтесь выдержать. Вот вам будет тяжело, но вы выдержите. Глазки не открываем. Еще и улыбаемся. Дыхание Уджай. В этот момент начинаем с моим счетом. Потом самостоятельно. И поехали. Вдох. Два. Три. Четыре. Задержка. Два. Три. Четыре. Выдох. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Задержка. Восемь. Вдох. Два. Три. Четыре. Задержка. Два. Три. Четыре. Выдох. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Задержка. Восемь. Вдох большой. Улыбаемся. Три. Четыре. Задержка. Два. Три. Четыре. Выдох. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Задержка. Самостоятельно еще пять вдохов делаем. Не забывай молобаться. Ладошки вверх на коленочки, глазки закрыты и почувствуйте все свои легкие, нижняя часть легких, которую мы не задействуем, первое время даже будет болеть. А сейчас, пожалуйста, те, кто еще со мной остались, откройте глазки, я вам покажу, покажу вам технику бастрика, которая вам поможет, эта техника, вы можете кто, ой, прям такой кайф, честно говоря, прям аж мир другими красками играет, честно вам скажу. Если вы еще не пробовали, не дышали, обязательно сейчас есть онлайн, курсы счастья проводятся буквально каждый день, не пожалейте там эти тысячи рублей, как бы поучаствуйте, вы вообще себя по-другому ощутите. Я, когда разводилась три года с мужем, меня подружка просто пинком вот так вот взяла за шкерман, запихнула и сказала, тебе это надо, иначе ты просто озвереешь или погибнешь. Вот, я за это ей очень благодарна. Сейчас мы с вами еще одну технику освоим, она очень важная, вы ее будете применять прям 100%, когда заболеваете, когда только-только начинается насморк. Можете детей этой технике научить, она очень простая, она очень эффективная, и она заменяет нам три чашки кофе. Вот. Поэтому эта техника называется бастрика, вот, и что вам нужно сделать, да, как есть те, кто опоздали, немножко я вам могу сказать, что вы можете выполнять это в позе ученика вот так на коленочке присев, да, или можете просто сесть на свой диванчик или оставаться, даже если вы на рабочем месте, оставаться на стуле. Вот. Вот самое главное при этом должны быть закрыты глазки и открыто окно, потому что дышать мы должны только свежим воздухом, это необходимое условие такое, да. Я вас все хочу сподвигнуть, потому что я не спортсменка, я предприниматель, я вообще занимаюсь как бы проектами по удаленной работе, а вот это мое хобби. Если бы я не дышала, то я бы, наверное, сейчас и на самоизоляции, и вообще все те проблемы, которые на нашу с вами голову свалились, мы бы с вами их очень тяжело переживали. Итак, техника бастрика, очень простая, три подхода по 15 раз. Что нужно нам с вами? Открыть окошко раз и приготовить сопливничек, то есть у кого сейчас из носа потечет, вот, поэтому, значит, что нужно делать? Мы с вами будем сейчас делать вот такие движения руками, наверное, все помнят в детстве, мы писали, мы писали, наши пальчики устали, да, вот, это было в детстве, на самом деле, учителя наши были мудры, мы таким образом захватываем энергию, да, вот, и вот мы ее будем захватывать вот так вот сверху и к себе притягивать. Значит, смотрите, как это будет выглядеть упражнение. Так как у нас с вами дыхательная техника, когда мы будем выбрасывать руки вверх, это резкое такое движение, у нас будет вдох, да, носом, все носом. Глаза будут закрыты при этом, смотрите, вот такое будет движение. Да, еще раз. А когда вторая часть, это мы должны ударить локтями по своим легким, то есть не то, чтобы специально ударить, а мы руки вот так вот бросаем, и тем самым наши руки в расслабленном состоянии падают вниз в свободном падении и как бы ударяют по нашим легким. Я думаю, что в этом тоже есть какой-то очень глубокий смысл, потому что тем самым мы еще и так растрясаем наши легкие, да, вот. Поэтому, значит, первая позиция у нас, ручки в кулачках. Попробуйте сейчас вместе со мной, давайте сделаем несколько вдохов с открытыми глазами, просто чтобы все понимали, как это будет выглядеть. Вот, сели в позу ученика или заняли место на своем стульчике, простые дыхательные практики, чтобы пережить пандемию, а ручки в кулачках, да, вот таким вот образом кулачок у нас сделан, вот, спинка прямая, на лице асана, улыбасана, самое главное асана йога, вот, да, потому что мы радуемся миру, все у нас хорошо, и дальше мы делаем глубокий вдох и выбрасываем руки вот так вот наверх, да, готовимся, поехали. и роняем, такой пылесос у нас, сейчас отсяду, чтобы вам видно было. У кого уже потекло из носа, у вас заготовленный полотенчик или сопливничек какой-то, да, вы можете просморкаться. Почему я говорю, что очень полезно делать, когда только-только начинаешь заболевать, трехступенчатая пранаяма и бастрика. Итак, еще раз попробуем, давайте, вдох, руки выбрасываем. Уронили, вот так вот, да, чтобы вот такой звук даже вы можете сдавать. Еще раз, вдох. Только не надо спешить, вы должны это прочувствовать, потому что мы сейчас только с вами легкие разогрели, вот, и сейчас нам нужно это все закрепить. Привет, мамулечка, подключайся к бастрике. Ты трехступенчатую пранаяму, я думаю, что уже сама сделала. Сейчас у нас бастрика. Давайте поделаем вместе бастрику. Я вам буду считать. Глазки закрываем, улыбаемся и поехали вдыхать. Делаем, смотрите, 15 раз делаем, потом отдыхаем. Еще 15 раз делаем, опять отдыхаем ладошком вверх. И третьей попыткой мы делаем еще 15 раз и отдыхаем. Значит, у кого сил много, можете делать по 20 раз. У кого высокое давление, делайте по 10 раз, да, вот, то есть потому что это повышает у нас с вами давление. Поэтому от 10 до 15, от 10 до 20 раз, да. Итак, ручки в ладошках у нас зажаты. Спинка прямая, улыбаемся. Вот, закрыли глазки и поехали. 10 подходов делаем. Я буду считать потом самостоятельно. И руки вверх. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Носом дышим. Вдох, выдох. Глазки закрыты. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Со свистом выдох будет. Вдох, у кого астма очень полезна. Вдох, выдох. У кого какие-то проблемы с горлом, с носом, очень полезно. Вдох, выдох. Самостоятельно. Я вместе с вами. Глазки не открываем. Ладошки положили, отдыхаем. Ой, голова кружится, как будто 100 грамм выпила. Вот почему это заменяет 3 чашки кофе. Потому что ты начинаешь кайф прям ловить. Отдохнули. Улыбаемся. Поставили ручки ко второму подходу. Кулачки к плечикам. Локти прижаты к телу. Спинка прямая. Улыбаемся. Поехали. Выбрасываем руки. Вдох, выдох. Вдох. Бросаем руки. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Расслабляем. Вдох, выдох. Вроняем. Вдох, выдох. Самостоятельно. Еще раз. Не спешим. Вдох. Отдыхаем. Ручки положили. Глазки закрыты. Улыбаемся. Чувствуем, как энергия идет по всему телу. Как идет небольшое головокружение. Высморк или носик свой, у кого он забит. Как чувствуете, как тело ваше все горит. Как очищается пространство. Очищается тонкое тело возле вами. Все, кто там, как у меня сейчас ребенок шутит. Сущность в виде гномика, лярвы и все остальное. Кто там это все разбирается в этом. Все отворачиваемся. Улыбаемся. Положили ручки. Гармонизуем пространство. Чувствуем, как энергия идет по всему телу. Вдохнули, выдохнули. Глазки можете открыть. И сейчас, по идее, мы с вами должны выполнить еще одну очень простую технику, которая как раз подходит начинающим тех, кто только начает. Это йога нидра. Можете ее себе загуглить, включить. Это 20 минут релакса. Накрываемся, ложимся на пол, накрываемся пледиком, включаем нидру. И под звуки, под счет мастера мы расслабляемся. Я вам очень благодарна за сегодняшнюю встречу. Если я вам была полезна, если у вас остались какие-то вопросы, то я обязательно с удовольствием на них отвечу. Кому нужны координаты, чтобы пройти курс счастья сейчас на самоизоляции в три раза дешевле, я вам могу дать координаты. Все это проходит в зуме. Они проводят сейчас все курсы. Очень лояльная цена. Ну просто я не профессиональный учитель, да, и поэтому я могу только вам просто показать то, что запомнила я, и то, что делаю я, то, что мне помогает быть в форме, бороться со стрессом, переживать любые-любые вообще болячки, вот, и быть вот всегда в такой энергетическом, ресурсном состоянии. Вот сейчас все говорят о том, что для того, чтобы сейчас что-то в жизни добиться, чтобы реализовать какие-то проекты, чтобы сподвигнуть свой мозг на какие-то новые мысли, на какие-то новые действия, чтобы не отчаиваться, не жевать сопли, мы их все высморкаем вместе с бастрикой, вот, и вместе с дыхательной техникой. Поэтому буду вам благодарна за отзывы, спасибо вам большое, до новых встреч, до свидания. Если это эффективно и кому-то было полезно, я буду только рада. Если вы сегодня в поиске удаленной работы, то тоже пишите мне, заходите в мой профиль, у меня там все написано, есть ссылочка на WhatsApp, переходите, я вам обязательно все расскажу, чем я занимаюсь по жизни. Я вам могу быть полезна не только в дыхании, но еще в других совсем направлениях. Вот, спасибо вам большое, до встречи, до свидания. Эфир сохраняем.